Здравствуйте, мои дорогие львы и львицы! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Прогноз общий. По личным вопросам, пожалуйста, обращайтесь. Есть ссылочка под каждым видео на телеграм-канал. Итак, сейчас посмотрим основные сферы жизни человека. Львов и львиц на июль месяц. Что карты Таро вместе со мной вам посоветуют? Итак, ой, что-то полетело, новости какие-то важные, получение информации, коммуникабельность, много работы по телефону, по интернету. Что-то будете узнавать, чтобы использовать в своей, в свою, боже мой, бывает же вылетит, для себя, то есть в своих интересах. Итак, львы и львицы. Первый аркан. Вопросы здоровья. Что может ожидать? Выскочил рыцарь, пусть будет. Здоровье, рыцарь. Энергия, много дел, все хорошо. Потом подробно, после того, как все разложу, то что такое? И влюбленные вылетают, и все летит у вас. Что-то карты летят, львы. Какой-то месяц такой, и дьявол, и что только уже не показывалось. Так. Успехи или неудачи в финансовой сфере львы и львицы? Июль. Семерочка. Нетерпение. Немножечко. Потерпите. Имейте терпение, львы. Так. Как будут обстоять дела на личном фронте, львы? Ну, королева. Королева мечей. Продвижение по служебной лестнице или какие-то вообще рабочие моменты. Львы и ю. Ль. Пауза. Пауза. Надо будет отдохнуть, подумать. Четвертый аркан. Там опять вылетают прямо все карты. Четвертый аркан. Что вообще, вернее пятый, что вообще ожидать нашим львам и львицам от месяца июля? Мир. Ну, тут хоть замечательно. Замечательный старший аркан. И решила доставать карту совет из колоды Тароангелов. Нашим львам какой совет даст эта колода на июль? Рыцарь чаш. Ну, замечательный аркан. Итак, начнем. Львы. И львицы, конечно же. Здоровье. Рыцарь Жезлов. Ну, это, конечно, карта энергии, это движение, это какие-то резкие такие моменты, переезды, поездки, решение вопросов. Может быть, у кого-то будут так обстоять дела со здоровьем, что нужно будет куда-то поехать, что-то выяснить. То туда, то сюда. С кем-то поговорить, созвониться, что-то сделать, принимать быстрые решения. Такое тоже возможно. В общем, порывистость и стремительные действия. Но самое главное, что по этому аркану у вас на это будет энергия. У вас будет много каких-то вот моментов, может быть, разных по здоровью. То так надо, то тут сюда надо. Это могут быть разные моменты, понимаете. Я не говорю именно вот плохое. Нет. Но новые идеи даже могут быть в решении каких-то вопросов, связанных со здоровьем, у кого они должны есть. Если нет проблем, может кто-то решит пойти фитнесом заниматься или, я не знаю, на лошадях скакать, понимаете. Это все тоже входит. То есть тут был аркан вообще хороший, приятный, энергичный и который позволяет решить проблемы. Вот так вот мы и закончим со здоровьем. Второй. Успех или неудачи в финансовой сфере. Как я уже сказала, здесь семерочка Пентакли. Это немножечко нетерпимость. У вас, знаете, может вы уже что-то посадили, решили что-то делать, запланировали. И тут уже ждете прибыли, ждете каких-то результатов, а не получается. Потерпите. Семена посаженные, все будет. Главное, потерпите. Ваша настойчивость и терпение вам помогут. Это такое, знаете, небольшое вынужденное плата. Когда может быть где-то в каком-то даже госучреждении, какие-то с бумагами, что-то не получается, что-то задерживается, что-то не так, как вы хотели. Обычно это в течение месяца разрешается. Вот по вот этому аркану, поэтому потерпите. На личном фронте, как будто обстои дела, здесь королева мечей. Ну, королева мечей, это, конечно же, рядом с вами может быть королева мечей. Дама знака воздуха. Дама, которая не забудет, если ее обидели когда-то, злопамятная. Дама с высоким интеллектом, с аналитическими способностями. Дама, которая умеет принимать решения, умеет сама что-то делать. Ну, деловая. Это может быть вот такая дама рядом с вами, может быть. Или же вам нужно будет принимать решения, проявлять какие-то аналитические способности на личном фронте. Принимать, может быть, вам нужно будут сильные волевые решения. И все это будет, не забывайте о личном опыте, конечно же, здесь. И если будет какое-то затруднительное положение, связанное с этой сферой, обязательно нужно просить совета у профессионала. То есть не нужно вот что-то не получается у вас, что-то вы хотите в личных отношениях, как-то где-то что-то. Ну, обращайтесь специалистам. И обязательно к любым встречам касательно личных, вот здесь у нас личная сфера, нужно готовиться. Вот так вот. Четвертый аркан. Продвижение по служебной лестнице или какие-то служебные моменты. Здесь пауза, вынужденная пауза, когда нужно отдохнуть, перезагрузиться. Пауза, подумать, поискать ответ внутри себя. Вы устали, нужно перезагрузиться и морально, и физически. Нужно подождать. Если вы планировали там что-то бурное там на работе, или вы там очень хотели продвижения, может быть, сейчас не время. Подумайте, отдохните. Это четверочка, это может быть и четыре дня, и четыре недели. Ну, к примеру. То есть нужно отдохнуть, подумать. Не торопитесь. Восстановите свои силы. Общий аркан этого месяца львы и львицы. Это мир, но это замечательный аркан. Это когда у вас есть результат. Это полные, вот какие-то планы вашему сбыться. Это успех, триумф, конец и начало. Начало нового, замечательного периода. Вообще, естественно, мир сам за себя говорит. Это новый хороший период в жизни. Начало нового периода. Может быть, что-то новое войдет в вашу жизнь. Но это будет в любом случае приятное. И также этот аркан говорит о том, что у вас должно быть хорошее настроение, и что вы будете себя понимать и жить в мире с собой. Еще совет от карт Таро Ангелов для наших львов и львиц. Это рыцарь-чаш. Эмоциональность, романтичность, энтузиазм. Поэтому не забывайте. Рыцарь-чаш это может быть новый роман, надежный спутник, приятное общение, приглашение куда-то, влюбленность и предложение руки и сердца. Даже такое может быть. Потребность уравновесить эмоции. Может быть, вам надо будет, знаете, такое равновесить. И приглашение на какую-то неофициальную, как я уже говорила, приятную встречу. Может быть, просто свидание. Вот такой получился для вас расклад львы и львицы на июль месяц. Пусть бываются только хорошие. Всего вам наилучшего. И до встречи на моем канале. Спасибо.